Всем привет! Как сказано на сайте Госуслуг, к прохождению пограничного контроля допускаются только лейца, предоставившие информацию согласно настоящей анкете. В случае отказа или невозможности самостоятельного заполнения анкеты, вам необходимо проследовать по специальным указателям и обратиться за помощью в заполнении анкеты к сотруднику аэропорта. Пожалуйста, укажите данные о вас и вашей семье и информацию о способе пересечения границы. Для того, чтобы перейти к заполнению анкеты, нажимаем «Заполнить анкету». Заполняйте свои данные и, если есть, то данные на детей. Необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол и гражданство. Фотографию в анфас. Заполняем паспортные данные, адрес регистрации места жительства, фактический адрес проживания, тип документа, серия, номер и кем выдан документ. Также необходимо вложить фото документа. Максимально допустимый размер файла 512 килобайт. Данные ОМС, серии полиса ОМС, номер полиса ОМС. Заполняем данные страны посещения и рейс. Название страны пребывания, дата прибытия в Российскую Федерацию, место выезда, средства передвижения при въезде, номер рейса, симптомы заболевания. Если есть дети, то заполняйте данные о детях. Далее выйдет информация, с которой необходимо ознакомиться, поставить галочки и нажать «Сохранить». После заполнения анкеты у вас появится окно с номером заявления. Совет от Госуслуг. Пожалуйста, покажите экран при прохождении паспортного контроля. Подробные данные отправленной анкеты доступны в истории заявления. По прибытии пройдите тест на коронавирус и сообщите о его результатах в Роспотребнадзор. Результаты теста нужно передать в течение трех календарных дней со дня въезда в Россию. Используйте для этого специальную форму на портале Госуслуг. То есть, при прохождении паспортного контроля вам необходимо показать экран телефона с данным заявлением. Для удобства можно скачать приложение Госуслуги. Ссылку на приложение оставлю в описании. Загрузка результата теста на COVID-19. Далее вам необходимо в течение трех дней сдать тест на COVID-19 ПЦР и загрузить на Госуслуги. Ссылка на прямую страницу будет в описании.